Здравствуйте, дамы и господа! Мы с вами сегодня сделаем небольшой экскурс в еврейскую музыку. Первая часть, о которой я хотел бы сегодня поговорить, это музыка Востока. Сложно сказать, чем отличается еврейская музыка от нееврейской. На мой взгляд, наверное, не существует сугубо еврейской музыки. Есть музыка страны происхождения, хотя вопрос всегда остается открытым и мы можем с вами спорить, рассуждать на эту тему. Но вернемся к Востоку. Первый уход наш с земли обетованной произошел в 722 году до новой эры. Это ассирийский плен. Предположительно, именно в тот момент мы появляемся на Кавказе, появляемся в Афганистане и есть небольшие, спорный момент, есть небольшие арабские воспоминания, документированные, где идет речь о том, что мы появляемся в этих местах. Что-либо говорить о музыке, конечно, сложно, потому что всю музыку, которую мы знаем, она насчитывает всего 4-5 сотен лет с того момента, когда были придуманы ноты и это было все записано. Но второй большой момент нашей экспансии, нашего ухода в восточные страны на Ближнем Востоке, это был 586 год, это всем известный Вавилонский плен. И именно там происходит расцвет еврейской культуры. Самые большие города, которые на 90% были заселены евреями, рессуры и победиты, там происходит становление нашей культуры. И последнее воспоминание о том, что мы там были, уже датируется 10 веком, новый, то есть полторы тысячи лет, мы находились в этих странах. Появляются еврейские группы партий, иранские евреи, иракские. Другая экспансия чуть была, наверное, чуть попозже, когда мы пошли вниз в Йемен. И появляется группа йеменских евреев, а кавказских мы уже знаем, и кавказские евреи, и горские, и частично родственники бухарские евреи. Везде складывалась своя музыкальная культура на основе той музыки, которую мы слышали от окружающих нас соседей. Ну и вот немножечко музыка из Ирака. Это автор Абрагам ибн Эзра, мелодия из Багдада, из багдадской синагоги, датируется концом 19 века. Если ты сохранишь субботу, то суббота сохранит тебя, и это будет нашим договором между мной и тобой, сказал нам Всевышний. Звучит музыка. Звучит музыка. Ирак. Такая довольно позитивная, мажорная мелодия. Чувствуются завиточки небольшие, восточные. Это отдельная культура, это иракские евреи. Очень интересная культура бухарских евреев. Мой хороший знакомый, он сам бухарский еврей, как-то мне напел красивую мелодию Леха Дуди, главный гимн субботы, который поют в бухарских синагогах. А ваше? Смотрение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень интересное произведение. Это автор Дунаш Галеви Бен Лабрат. Это народная мелодия. Давайте провозгласим свободу сыновьям и дочерям. Субтитры создавал DimaTorzok Такая довольно оригинальная, немножечко непривычная. Вы уже слышите, как она отличается от иракских евреев музыка. Чувствуется хорошее арабское влияние. При этом есть очень симпатичные другие мелодии, которые мне очень нравятся. Ну, раз мы о Шабате зашли, зашла речь о Шабате. Один из самых популярных псалмов, которые исполняются не только в Шабат. Это последний псалом царя Давида, 150-й. Каждая душа послаю всевыше. Йемен. Субтитры создавал DimaTorzok Такой интересный ритм. Очень присущ именно восточным странам, Йемен, Персия, Иран, Ирак. Четкое, красивое влияние арабской культуры. Еще очень красивая, нежная, душевная мелодия. Когда заканчивается Шабат, к свече и к благовониям унеслась высь моя душа. Дайте же мне бокал вина, чтобы я простился с субботой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Простились мы с субботой. Но также восхваляй мне других город, самый главный город на земле, наш Йерусалим. Восхваляй, Господи Йерусалим, слава Бога твоего сегодня. Потому что он укрепляет врата благословить сыновей твоих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такая забавная, душевная, именно чувствуется влияние Востока. Очень интересная страна, которая находится на грани стиля Востока и Испании. Большинство наших ребят из Испании уходили вместе с арабами, мы уходили в страны Марокко, Тунис. Но Тунис как-то сохранил больше влияние не испанского в музыке, а восточного. Всем известный пиюта до нулям, которые поют и в шабаты, и на основные праздники. Вот как он звучит у тунисских евреев. Была большая община на острове Чайарбат. Когда слышишь эту мелодию, представляется караван. Евреи-торговцы сидят на верблюдах. Идут не спеша в поступе верблюда. И поют красивым им ладыка мира. Евреи-торговцы сидят на верблюдах. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.